Новое шоу подъехало. Хейтеры, фанаты и другие ноунеймы пришли в ресторан «Фрэнк» в Дубае, чтобы задать острые вопросы Виктории Бонне. Если она сольется, то оплатит всем счет, а если ответит честно, поляну накроет в вас на. Мать четырех детей хотят посадить на 16 лет. Я говорю, Костянка, ты бросишь своего ребенка через год, пока не бросай, ты можешь себе позволить носить дешевые вещи. И не позориться, и не стесняться этого. Серьезно, ну не убивай, я тебя прошу, ну не надо это. Все есть результат наших мыслей, поэтому если ты мыслишь сегодня настолько узко, в твоей жизни никогда не будет изобильной жизни. Как говорил мой один друг, брат, когда у тебя стрельнуло так, как у других и не взрывается. Слав, совсем скоро 8 марта. Скажи, какое самое главное правило в этот день? Чтобы не было конфликтов с нашими любимыми королевами. Все правильно. А что для этого нужно, Слава? Чтобы на карте всегда была копеечка. Молодец! И в этом тебе и всем нашим зрителям поможет кредитная карта от Альфа-банка. Заказывайте кредитную карту Альфа-банка, не платите проценты целый год и получайте супер кэшбэк каждый месяц. А если понадобится кэш, можно легко снять до 50 тысяч без комиссии. Ну тогда я бегу оформлять себе кредитную карту от Альфа-банка. Слав, не надо никуда бежать. Все подробности по ссылочке в описании. Вау, спасибо. Дорогие друзья, вопрос ребром Дубай, Blue Waters, наш ресторан Фрэнк. Ребята, сегодня у нас в гостях с другой планеты, через Лос-Анджелес, спецрейсами, спец всем, чем можно, трансферами. И здесь в гостях у нас замечательная Виктория Боя-банка. Так, я с овосечкой. Ты с подушкой? Конечно. Смотри, во-первых, вот эта вот кукла Вуду, заделанная под овцу, если кто-то будет задавать вопросы неактуальные... Давай ее сразу поставим, я как овца себя чувствую просто. Сразу будет иголка воткнута. Тебе подарок из моей коллекции. Замечательный вельвет. Да, да, да. Баста просто, пожалуйста. Да, самая популярная кепочка. Девочка, вы же знаете, да? О, моя. Да, спасибо. Я вот не знаю, мне в кепке остаться или если уже там... Вау, как тебе хорошо. Это моя жизнь. Как ему идет? Поаплодируйте, если идет. Покажи ребятам сзади. Во. Видишь, как все четко. Ну что, снова здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Дорогие, смотри, кто здесь присутствует? Мой соведущий. Слава Гузеев. Да. Вот он. Слава, встань. Водонаева его отшила. Я думаю, он слишком старый для Водонаева, поэтому отшила, да. А вы Славу хоть покажете зрителям, а то про какую-то Славу... Да, я его знаю, все зрители. Ну ты что, гонишь, что там показывать? Было все показывать, как говорили мы в бане. Вот, вот. И, короче, история закрутилась так, что я был на шоу у Гарика с Азаматом, кстати, да, и рассказал, какая он тварь, что он игнорирует девушек. Такие красивые девушки. Вот ты не писаешь, показали девушке, которую ему писали, а он такой, ну, честно говоря, обнимаю. А Слава вообще по девушкам? Вот есть вопрос. Вик, девушка выходит, я ему задаю вопрос, а он улыбается. Джарахов улыбается. Девушка задает вопрос, а он не улыбается. Меня удивляет, знаешь что, что у Славы есть микрофон, но он молчит. Ну, потому что у него пока он думает. Понимаешь? Я правильно понимаю, это шоу про Славу? Нет, не про Славу. И в том числе... А у нас нет здесь, у нас нет как бы звезд. Я бы тебе рассказывал, чтобы ты понимала, потому что это будет важный вопрос. И у Славы есть своя рубрика, понимаешь, да? Кольцо без кольца. Чтоб ты знал, это мой соведущий. Второй соведущий. Джарахов. Это твой сын, который? Вот, короче, в чем шоу? Будет выходить человек, вот сюда останется, задавая тебе вопрос. Если тебе вопрос нравится, ты отвечаешь, и с ним показываешь, мы убираем человека. Все, поехали, начинаем. Вопрос ребром, Blue Water. Блин, Ром, Blue Water. У нас в гостях сегодня Виктория Боня. Аплодисменты, дорогие друзья. Первый вопрос. Поехали, Славка. Первый вопрос, Нина Володина. Так, Виктория, мы знаем, что ты очень опытная в плане пластических операций. И вопрос, собственно, такой. Глянь на Джарахова и Басту и скажи, что бы им так исправить. Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Так, на один глазок, честно. Ему ноги прижечь и все, блядь. Да, аппарат Элизарова, кстати, был. Подожди, ты знаешь, что такое аппарат Элизарова? Конечно, вы вытягиваете на 12 метров. Да, я знаю, я выгляжу как идиот, конечно. Свои два высших образования у меня, конечно, все понимаю. Но я считаю, что тебе это не нужно, потому что как раз какой ты есть, ты именно такой идеальный. Тебе надо аппарат Элизарова. Элизарова? Да, без Элизарова. Но я считаю, что вообще для мужчины никогда в жизни не нужно прибегать к никакой пластике. Вот мне сколько лет, Даша, на взгляд? Сколько мне лет? Так, ты помладше меня будешь, да, немножечко? Я не знаю, ты должна решить, сколько мне лет. Тебе 37. Спасибо, ты лучшая. 43. Ну, для мужчин я считаю, что это лишнее. Кремы, ребятка, алоэ. Хотя, ребята, вы знаете, какая новость сегодня вышла? Давай. Daily Mail, есть такая газета английская. Ты читаешь Daily Mail? Слушай, мало того, что мы подписаны друг на друга, сегодня вышла новость о том, что Брэд Питт сделал себе подтяжку. Лица, фейслифт. И там уже фотки есть его. Да? И как он выглядит? Очень естественно, никогда бы не догадалась. Как будто Брэд Питт там 15 лет назад. Да? Да. Если такой, ну им еще рано. Давай, ладно, давай про Славку. Скажи про Славку. Ты что бы ему сделала? Смотри, носогубки надо колоть. Точно, посмотри, вот это, вот смотри, ну посмотри, ну подожди, глаза нормальные еще, веки нормальные, ну вот это вот, посмотри, цыпленок, посмотри. Ему как раз нужно удалять грыжу под глазами. Чуть-чуть, чуть-чуть, little bit и вот эту хуйню. Грыжу под глазами надо удалять. Кого? Грыжу под глазами. Давайте скинемся Славкин на пластику. Я и Слава. Пишите номер карты. Да, и у меня есть классный доктор, который может это сделать так, что не будет заметно. То есть ты будешь выглядеть так же, как ты выглядишь, когда тебе было 20. Обрати внимание, что... Да ты вообще пи*** был, ты чё? Блядь, не знаю, Слав, обрати внимание вопрос про нас, но опять на тебя перешли. Потому что мы о нем... Ты счастлив? Я счастлив. Она счастлива. Все счастливы. Только Славка грустит, ребят. Слава, не грусти. Слава, не грусти. Можно я пока огурчик съем, пока никто не видит? Конечно. Все, что ты хочешь. Ты мясо ешь? Угу, я все ем. Можно мясо нашей гости принесите, пожалуйста. Вкусно. Я тоже поем, потому что... Ну-ну-ну. Всем здравствуйте. Угу. Виктория, выглядите сногсшибательно. Спасибо. У меня такой вопрос. Вы поддерживаете Лену Блиновскую, которая должна около миллиарда. Хороший вопрос, актуальный. И Сергей Косенко, который бросил своего новорожденного ребенка в снег. Скажите, вы считаете, что они делают все нормально или вы просто хайпитесь? Смотрите, начнем с того, что мать четырех детей хотят посадить на 16 лет. Сейчас дело, вопрос не в том, что ее закрыли в СИЗО. Это окей. Но вопрос в том, как реагируют на это люди. Люди пишут, вот, так ей надо, наконец-то. Я об этом говорила. Страшно жить среди таких людей, которые радуются, что человека, мать четырех детей, хотят закрыть, посадить на 16 лет. Это первое. Второе. Косенко. Вот я, честно говоря, не увидела в этом видео ничего такого. Я говорю, Косенко, ты бросишь своего ребенка через год, пока не бросай. Как он вырастет, год пройдет, и будешь каждый год кидать ему в снег. А он еще согласовывал это? Чтобы в снег кинули. Это что такое? Из-за чего? Смотри, кто ездил, бывал в Куршевелли, там вот такие подушки снежные. То есть это не снег в Подмосковье, где льдино снизу и сверху чуть-чуть снега. И этот пушистый снег, он настолько амортизировал, что не было никаких проблем. Я понимаю, что многие восприняли это, это же не трясти ребенка вот так. Он его подкинул, мне показалось очень даже как-то смешно и забавно. Какой возраст у ребенка? Полтора месяца. Полтора месяца. Насколько я понимаю, в этом возрасте ребенок же шею не может держать. Да, но он же закутан, он был в комбинезоне в теплом одет. То есть это не просто ребенок голый, его бросили в снег. Там у него, когда ты его держишь, он как мишка, он укутан настолько плотно, что там голова сама по себе уже, ну как бы, в комбинезоне держится. А дальнейший цирк по поводу того, что это все нейросети? Ну, это была большая ошибка это делать, я считаю, что, ну вот, когда ты жидко обосрался, нужно это признать. Потому что иначе, как бы, говорить, что это не мое, это как раз-таки вот люди же не дураки. Поэтому у вас классный актуальный вопрос. Это не о том, что я поддерживаю в том, что вы не платите. Я плачу налоги, меня проверяла налоговая. Даже Вася платит налоги. Потому что, да? Много-много лет. Да, да. Вот. Это о финансовой грамотности. Но когда мать четверых детей закрывают СИЗО, надевают наручники, и люди пишут, о, наконец-то, ха-ха-ха, так тебе и надо, это все те люди, которые окружают нас. Вот это страшно. Ну, это же подмена понятий по поводу матери четырех детей. Понятно же, я ни в коем случае не поддерживаю... Это неправильно в любом случае. Но реакция общественности, хоть я не поддерживаю, понятна. Это же Блиновская, человек, который зарабатывает деньги на отчаянии других людей. Смотри, мне одна девочка написала комментарий в телеграм-канале. Подпишитесь на мой телеграм-канал, кстати. Подпишитесь. Да. Сделайте же ссылочку, ладно? Она говорит, вот люди ей несли последние деньги, а она плясала и танцевала и пела. Я говорю, ребят, если бы у меня были последние деньги, а такое в моей жизни было, да, когда у меня были последние деньги и хватало только на еду условно, я бы не потратила эти деньги на какой-то курс. То есть я бы эти деньги потратила на то, что мне сейчас жизненно необходимо. То есть если ты несешь деньги, как в кино сходить, билет, допустим, мы же платим за кино, мы же платим за театр. То есть это тоже такая развлекательная программа, куда ты приходишь и плачешь деньги. Поэтому тебя же не заставляют, да, последние деньги отдал на театр или на кино, или на Блиновскую. Поэтому у людей немножко триггерит то, что у кого-то получается. И самое удивительное, потому что я сама работаю с аудиторией, через меня проходит очень много людей, я очень много до своей аудитории доношу такого, что все есть результат наших мыслей. Поэтому если ты мыслишь сегодня, настолько узко в твоей жизни никогда не будет изобильной жизни. И вот об этом была речь. Хотите я расскажу историю своей жизни? Ой, спасибо, это очень вкусно. Ну, я помню, первый развод меня на деньги был вот в такой степени страшный, что я отдала последние деньги. Я как раз только переехала в Москву, иду в метро, и у меня последние 100 рублей. Ну, то есть 100 рублей это 96-й год, это очень много, это большие деньги. Ну, на еду там, тогда метро не стоило 100 рублей, оно стоило, по-моему, 5 рублей. Ну, то есть, чтобы вы понимали, насколько это были большие деньги для человека, у которого денег особо не было. Иду в переходе, и слышу такие возгласы. Вы выиграли 100 долларов. Ты знаешь, вот эти, которые катают, катают вот эти... И Блиновская стоит, да, 6 лет такая. Вы выбрали себе тюля-ля-ля! Походи, не проходи, не походи. Что самое интересное, он вот так достает 100 долларов, отдает парню, парень берет, или там девушка, или женщина берет, и говорит, спасибо большое. И у меня вот это внутри, что я сейчас выиграю 100 долларов. А вы знаете, вот эти три стаканчика, когда они их там перекручиваются, вот эти три стаканчика, я такая думаю, сейчас я поставлю свои последние 100 рублей и выиграю 100 долларов. Я ставлю 100 рублей, я на миллиард была процентов уверена, вот палец на отсечение бери, что я выиграю сейчас 100 долларов. Понимаешь, когда каталы, как их называются, каталы, да, вот эти... Понимаю. Вот, и ставлю 100 рублей и проигрываю эти 100 рублей. И у меня было такое чувство несправедливости, у меня как будто... Так вот все клиенты Блиновской себя чувствуют так же немного. Как будто под дых ударили. Топ палец на отсечение, говорит, Таня, палец на отсечение, я буду миллионершей. 800 отдала, я такая... Да. И Блиновская говорит, отправили на сезон. Я запомнила на всю жизнь эту историю, и я поняла, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И для меня это нужно было пройти... Читайте басни Крылова. Да, мне нужно было это пройти, чтобы в моей жизни... Так я же говорю, что у нее очень хорошо Блиновская выступает в том амплуа, что она как бы учитель людей. Записываясь на курсы обучения жизни, принесите бабки, вы все про... Я вас этому научу. Подожди, есть... Если бы она это говорила, было бы круто. Да нет, ну что ты, есть другие комментарии. У меня девочка... Расскажи, чему учит Блиновская, я хочу... Я проходила ее курс, кстати. Не ври. Проходила, клянусь. Ну чего, с чего он тебя научила? Я примерно не знаю ничего, могу сказать. Мне было очень интересно. Она говорит так, хочешь, чтобы было хорошо, делай хорошо. Нет, не так. Хочешь, чтобы была любовь, любви. Ну я-то проходила ее курс. Нет. Хочешь быть счастливой, делай счастье. Если хочешь забыть, забудь. Да. Если хочешь гулять, гуляй. Да. Смотри, я тебе объясню. Ну а если тебя взорвать на себя, тогда пеняй, понимаешь? Что про Блиновскую сложилось, бедолага. Ну жалко ее. Жалко ее. Блиновская была первой, понимаешь? Кто вот в принципе... Какой первой? МММ была первой. Ну куда надо? Я считаю, что все-таки очень важно честно, честно говорить с самим собой. Блиновская как раз-таки одна из тех... Очень честно это, да? Одна из тех, кто вдохновлял людей. Сейчас очень многие мне пишут, что... А я ей благодарна. Слушай, скажи, а в тюрьме людей что ли нет? Будут вдохновлять, в барак заходит. Там, привет, братва. Слушай, ну я думаю... Блином погоняйте меня. Я думаю. Расскажу по сути, как будем гнать дальше всех. Кто в людское верит, будет по-людски. Но лет через 10 про нее будут снимать фильм. Даже не сомневаюсь. Да. Даже так и снимают же фильмы, ты знаешь. Даже мультик может быть сниму для детей. Я могу, знаете, если зафиналить эту историю, могу сказать, что марафон желаний действительно работает. Потому что, насколько я знаю, Блиновская загадала в 2024 году отдохнуть. Да, кстати. И это правда. Будьте аккуратны в своих желаниях. Как говорил мой один друг. Брат, когда у тебя стрельнуло так, как у других и не взрывается. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Почему ваш логотип Виктория Боня Джинс похож очень на логотип, как у Лью Виттона? Это для того, чтобы люди, покупая различные дешевые вещи на Валберес, немного могли бы себя почувствовать чуть-чуть лакшери. А у меня нет Виктория Боня Джинса логотипа. И вообще этого бренда не существует. Виктория Боня Джинса. Ну как, был же. Когда-то был... У меня на заставке телефоном стоит. Ну ты что, помнишь? Когда-то был. Это Луи Виттон? Это бомба просто. Похож на Луи Виттон? Чем похоже? Буквой В? Всем. Буквой В? Нет, смотри, просто знаешь, чем похоже? Буквой В? Буквой В и дорисованная В просто. Меня знаешь, что интересует больше всего? Не вопрос, а такое, типа, чтобы люди, которые покупали эти дешевые вещи, могли себя почувствовать. Типа они... А у вас проблема с дешевыми вещами? Нет, у меня нет проблем с дешевыми вещами, просто... Я обожаю дешевые вещи. Я не в этом контексте хотела спросить. Я имела в виду то, что логотип реально похож. Вы сказали так, как вы сказали, и мне кажется, что... Вы можете купить Луи Виттон? Они покупают ваши джинсы, которые, ну, на... Луи Виттон вообще не делает джинсы, если на то пошла. Ну как, ну делают, ну делают, ну хорош. Ну я не видела ни разу. Ну хорош, ну делают. Делают, может быть, пара. Ну, то есть они... Да, ну какую пару делать, все они делают. Больше специализируются, мне кажется, на сумочках и на... Покупать не вакуленко джинсы. Логотипы, потому что он реально похож. Знаешь, что меня удивляет? То есть люди, которые смотрят это шоу и понимают, что да, мы там не можем себе позволить. Я тоже на рынке раньше одевалась, там, дорогие вещи, покупаю вещи. Это шутка. Нет, это не шутка. Ты слишком сконцентрирована на своем я сейчас, мне кажется. Да, я хочу сказать, что дешевые вещи, это классно. Классно? Так все говорят, посмотри, мы все... Поэтому, знаешь... Смотри, я сегодня одену вообще в майке моего друга. Классные вещи, классные вещи. Есть такое выражение? Нет, смотри, здесь вопрос... Вась, дай сказать слово, ёб твою мать, блин. Я перефразирую. Я перефразирую, такая же... Перефразирую, смотри. Заключается в том же вопрос, что ты просто использовала знакомый логотип для узнаваемости собственного бренда, чтобы у людей был ассоциатив. То есть он где-то подсознательно приобретает... Я не знаю, как можно ассоциировать Виктория Боня джинс и Луи Виттон. Но для меня это не ассоциируется. Нет, мы тоже не знаем. Но, возможно, была попытка такая. Начнем с того, что, во-первых, есть такое выражение, я не настолько богат, чтобы носить дешевые вещи. Вот, мне кажется, когда ты обретаешь внутреннее богатство, ты можешь себе позволить носить дешевые вещи. И не позориться, и не стесняться этого. Здравствуйте, я говорю в английском, потому что у меня русский язык есть fluent. Я хочу практикувать английский язык. Но ты сидишь здесь, и у тебя русский язык не в порядке, и ты просто слушаешь нас. Ты понимаешь что-то? Да, конечно, да. Из твоего языка, я могу понять. О, окей, мою язык. Я не знаю. Окей, у меня есть вопрос. Моя вопрос у тебя есть три части. Первая часть, я видел твои фотографии раньше, и я видел вас сейчас, и вы пытаетесь копировать Ангелина и Джули. Так что, для каких-то причин, каких-то причин? Это хорошо или лучше? Да, хорошая качество копировать. Я пытаюсь копировать Ангелина и Джули. Да. И в каких фотографиях вы видели раньше? В каких-то было раньше? В каком-то, как старые. Как старые, в каком-то году? 2012. 2012? И я не смотрела... 12-40. Нет, я могу вам сказать after... Окей, окей. Я был шоком, супер шоком, но сейчас я больше чабы. Так что... Я не знаю, я не видел тебя уже, так... Окей. И ты видел ее? И ты присылал фотографии? Нет, я видел ее. Окей, потому что я постараюсь, что ты должен встретиться, чтобы ты хотел быть хорошим для ее. Да. Так что это была вторая часть вашего вопроса? И это третья? Нет, третья часть, ты видел ее или нет? Ah, нет, я не видел. Третья часть, я пред скажу, что ты встретишь ее, чтобы ты хотел быть хорошим для нее. О, я могу быть хорошим, вау, это очень классная вопрос. Это вопрос или это шаг? Нет, это вопрос. Это вопрос? Да, потому что это относится к второму. Если ты встретишь ее, ты можешь работать как... Добрый вопрос, да? Ты действительно видишь, что я смотрю как она? Да, да, да. Я понимаю, что это много, но никогда, никогда... Никогда, никогда, никогда... Да, когда я видел твой профиль, я сказал, что я немного confused. Я имею в виду это как комплимент. Да, но Маш-Алла, ты красивый, так... Спасибо. Маш-Алла, мы встретимся один день. Ты видишь? Да. Спасибо за вопрос. Все! Она ему говорит, Гарик, выйдешь на хорошем английском, задашь вопрос. О, мой бог. Ну класс, класс, весело. В общем, ты сторонник правильного мышления. Что подумаешь, то и произойдет. Вот. И, как бы, я немножечко изучил, как бы, информацию касательно тебя. И сделал такие же примерно выводы, пока ехал сюда. Знаешь, захотел одного, чтобы ты меня поцеловала. Может быть, мы сможем проверить эту теорию в реальности? А ты говоришь, мужчины тебя боятся, Вик. Ну? А это... Тут мой молодой человек сидит в зале, вот. А вот моя... Где? Нет, а девушка тоже. Жена. Да? Где? Да. Вот она. Вы его жена сколько лет? Четыре. Женаты вы? Четыре. Семь лет вместе. Семь лет, а четыре женаты. Да. И вы разрешите, чтобы я его поцеловала? В щечку просто, ну. Нет, пусть парень твой скажет, можно, нет. В щечку можно поцеловать? Нужно освежить, правильно? Иди сюда. Иди, я тебя поцелую. Иди, я тебя тоже поцелую. Мне кажется, это так важно. Дарить людям любовь. Спасибо. Ты говоришь, боятся мужчины. Нет, все видят тебя человека доброго, который может просто благотворительно подать тебе щечку, подалить, сейчас сказать. А у него даже чуть осталась помада, поэтому... Да, да, да. ДНК моё на его щеке. Вот вам нравится радовать близких? Мне безумно. И один из лучших подарков – это подарок для души. Сейчас вокруг так много стресса, и знаете, что лучше всего помогает отдохнуть? Просто отдалиться от всего, остановиться, бросить все дела и посвятить время себе. Поэтому ринг-стринг – это то, что нужно. Тем более, впереди уйма праздников. Ринг-стринг – это такие универсальные наборы, с помощью которых абсолютно любую фотографию можно превратить в потрясающую картину нити. Причем для этого даже не нужно уметь рисовать. Все элементарно. Смотрите, как это работает. Я взял набор, загрузил фото на сайт, и вот мне уже говорят, какие гвоздики соединят нити. Комплект продуман до мелочей. Тут сразу есть все необходимое. Даже сама коробка превращается в удобный мольберт. Сам процесс создания картины – это настоящая медитация. Уютно располагаешься, включаешь персональную аудиоинструкцию и под расслабляющую музыку, и приятный голос диктора ведешь нить от гвоздика к гвоздику в собственном ритме. Ринг-стринг – это именно тот подарок, который точно удивит любую девушку. Только представьте, тут и отдых, и уникальная картина, и ощущение себя, как настоящего художника. Живую картина выглядит потрясающе. Камера, к сожалению, не передает этого эффекта объемного переплетения нитей, поэтому это еще и стильный аксессуар в интерьере. Ссылка на официальный сайт ringstring.ru я оставил вон там в описании. Переходите, заказывайте и радуйте близких крутым подарком. Лучше подарка не найти. А чтобы покупка стала еще приятнее, при заказе вводите в корзине промокод BASTA, который даст скидку 15% на весь заказ. И еще совет от меня – дарите красивые подарки не только на 8 марта, но и без повода. Так в разы приятнее. Правда ли, что ваша мама видела Майкла Джексона после его смерти в Монако? Верите ли вы в это? И что самое необычное вы сами видели в Монако? Серьезно, ну не убивай, я тебя прошу, не надо это. Вася, серьезно? Ну это не надо, не трогайте Мишу. Мы же тоже в Монако были, помнишь? Да, мы со старым… Мы были в Монако. Мы были в Монако, мы тоже видели. Вась, на полном серьезе. Там Эл Эл Эспресс еще рядом проходили. Вика, я умоляю, ну ладно, уже про все. Потравили про все, но я тебе говорю, ну ладно, Майкл, ну не трогай. Хорош смеяться. Вась мама видела, да. Она говорит, я поднимаюсь с утром на пляже, когда никого нет еще там, типа 6 утра, Монако прозывается в 7. И на инвалидной коляске вывозят Майкла. Понимаешь, *** без смерти. Вика, Вика, please, stop it. И мама запомнила, что у него был ремешок такой, в котором он выступал. В инвалидной коляске, ***. Да. Ремешок, то есть он едет в инвалидной коляске, у него ремешок, в котором он выступал. Его пристегнули к коляске, чтобы он не стрелял. Да, 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 да. И ты знаешь, мама говорит, что это он. Вы это слышите или нет, или я один ***, это правда ты говоришь? Ну не гони, ну. Ну серьезно, хочешь позвони маме? Давай. Давай. Да вы что гоните? Я серьезно тебе говорю, она сейчас тебе расскажет, как это было. Откуда вы знаете, я просто первый раз слышу, что это такое? Это правда? Это правда, это не шутка, сейчас смотри. Как маму зовут, скажи? Галина, Галина Ивановна. По оси, Галина Ивановна. Да. Значит давай сейчас четко все, чтоб пошло. Можем микрофон приложить? Да, я приложу сейчас. Я раньше тоже не верила. Я тоже. Понимаю, сложно в это поверить, но надо. Галина Ивановна, здрасте, Василия Вакуленко беспокоит. Программа «Вопрос ребром». Мы с вашей дочерью Викторией сидим в эфире и обсуждаем. Подожди. А, это из-за вай-фай, сейчас мы его выключим, здесь же Дубай нельзя. Ребят, я не обломаюсь, такие звонки были. Мамуля. Галина Ивановна. Галина Ивановна. Реконнект, реконнект, сейчас подожди, реконнект сделаем. Подожди, вот так. Галина Ивановна. Подожди, не надо видео, мама. Мама. Мама, don't touch video, please. Галина Ивановна, здрасте, Василия Вакуленко. Вы меня слышите, Галина Ивановна? Галина Ивановна. Слышу, слышу. Василия Вакуленко беспокоит программа «Вопрос ребром», рубрика «Расследование и свидетельства». Смотри, мамуль, я тут на шоу у Басты, и он как раз тут спросили про вопрос с Майклом Джексоном в Монако, что ты его видел. Расскажи, пожалуйста, они не верят. Длинно рассказывать или коротко? Да, вы как хотите, мы готовы. Ну, во-первых, я его видела неоднократно, я с ним встречалась пять раз в течение буквально трех месяцев. Там. В Монако. В Монако. Да. Да, в Монако. Они снимали виллу. Вот, Вика, напротив твоего дома, я не знаю, как это вилла называется, такая красивая, на первом, такая индивидуальная. Я знаю, я знаю. Да, ну ты знаешь эту виллу, да, мы туда на нее смотрели, и мимо сюда ее проходишь. Вот. А я, значит, всегда рано утром приходила на море, я с детства люблю, чтобы никого не было. Что в снегу купаться, что... Это дальше Клеврота туда или куда она, с какой стороны? Это где Авеню Принцесс Грасс? Да, понял. Понял, понял. Да, 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 ну ты расскажешь, да. Да я знаю, где он сейчас. И что, как он появился, как Мишель появился? Вот, смотрите, я, значит, плаваю в море одна, значит, оплес, и плескаюсь, как русалка, и туда и сюда. И я когда лежу, значит, торчу там по плавкам, смотрю на окна этой виллы, и гляжу, они вот так вот как бы шевелятся. И потом я когда уже начала выходить, я потом долго над этим размышляла, и я поняла, что они приняли решение, если я себя показываю, вот тут, значит, шоу представляю, как он творческий, да, то они решили тоже, он тоже решил себя показать. И когда я, там раньше была лестница, сейчас этой лестницы нет, и когда я по этой лестнице поднималась наверх, я вижу, что, ну, вот это, ну, я не хочу называть его инвалидным креслом. Ну, так сказать, помогательное средство. Да, ну, вот это вот коляска, да, вот только на этой коляске женщина кого-то катит. Ну, я отошла в ту сторону, смотрю, потому что лестницы, видите, довольно-таки крутые, я так по ней поднимаюсь вверх, спеша не торопясь. И когда мне уже нужно было буквально две там ступеньки ступить, чтобы выйти на... Площадку. Вот, подняться на площадку, я смотрю, передо мной ноги, одеты вот в этих вот, как они, майкловки, макосинки. Белый носочек, да? Обязательно, коричневый, белый носочек, и я начала постепенно, я очень удивилась, естественно, я начала постепенно поднимать взгляд. Вот, и я, когда дошла взглядом вот до этой, у него такая была, когда он молодой был в 80-е годы, такая как стеганая жилеточка у него была. Была. Да, и я вот смотрю эту, и когда я увидела эту стеганую жилеточку, и подняла лицо на этого человека, он, значит, глаза были опущены, я смотрела, в общем, я в глаза не смотрел, лицо было как бы каменное. И оно, видно, что оно такое, как бы вот отрявшее, человек уставший, в возрасте. А я на него так смотрю внимательно и думаю, это что, до такой степени фанат Майкла, что вот так вот одеться, и вот, вот, у меня сразу не возникло, что это потом, это до меня дошло, что это как бы Майкл. А что, если это правда Майкл? Майкл, а я не, так это правда Майкл? А вот что если? А это и есть Майкл. Смотри, это было первый раз, они всегда выходили рано утром, я когда рано утром, значит, поднималась, они выходили мне навстречу, и я с ним сталкивалась, вот, второй раз, а второй раз вообще интересно, я, значит, пошла на вторую лестницу, там две лестницы, и я пошла, Вика, ты помнишь, да, там на другой, как бы, направо с пляжа и направо подниматься, я пошла направо, чтобы мне тут не придрогали помню. Я, значит, пошла по той лестнице, и там, как бы, это самое, мне нужно, там, помнишь, телефонная будка стояла? Да. Как вот, переходить дорогу, телефонная будка, и мне навстречу идет вот эта женщина, которая коляску катит. Мэрилин Монро. Постоянно. А? Мэрилин Монро говорит. Шутим, шутим, и что? Не, она, 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 она индианка, она, не надо шутить, это самое, мне это не нравится. Вот, а он стоял за будкой. Все, мы поняли, спасибо вам большое. Мам, у меня нет вообще. Сомнений, и доли сомнений. И у меня нет, я верю. Просто он спросил, я говорю, давай позвони маме. Я не в курсе просто, спасибо вам большое за рассказ. Все, мамочка, мы тебе аплодируем. Слушайте, у нас был тип один в Ростове. Я тебе потом перезвоню, ты расскажешь. Спасибо большое, Галина Ванна. Тип в Ростове был, должен 27 или 28 миллионов долларов. Сгорел в машине. Через 8 лет я приезжаю в Париж, иду так, по шансу залезая, па-па-па-па-па-па-па-па-па, и он навстречу. Вот. То есть, видишь, все возможно, правда? Все ле ви, как говорят у нас во Франции. Все ле ви, же мопа. Все возможно, понимаешь? Все, ребят. У меня просто нет повода не верить маме моей. Поэтому, когда мама говорит, что видела, ну... Как сказал Майкл Джексон в этом случае, no face, no case. Да. Я, честно говоря, вот даже когда разбирали все его ссоры, мне он, ну, симпатичный, правда, мне его жалко, очень жалко, жалко дядечку. Если он живой и просто где-то хавается на том острове, где тупак Шакура и Ловис Пресли, пускай. А что, классный остров, представляешь, они там втроем. Виктория, скажите, пожалуйста, у меня такой девчачьи немножко вопрос. Завидуете ли вы Ольге Бузовой, которая в свое время, в отличие от вас, стала ведущей Дома-2, успешным артистом и, пожалуй, самой популярной женщиной страны? Конечно, завидую. Вообще, я просто восхищаюсь ее трудолюбием и тем, как она мне однажды подошла на ухо и говорит, я такую песню записала и начала напевать мне ее на ухо. Я такая думаю, вот если бы я так о себе думала, если бы я умела, как у Ольга, вот так, то, ну, я имею в виду, прям вот считать себя самой лучшей, то я, наверное... Была бы. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. У Ольги надо поучиться. Не все смогли прийти в наш ресторан на Blue Waters, поэтому они записали видео-вопрос. Вот это видео-вопрос тебе. Всем привет, меня зовут Агата, я нахожусь в Дубае, ресторан Frank Blue Waters. Вика, скажи, пожалуйста, какой должен быть мужчина, чтобы заполучить такую, как ты? Сколько он должен зарабатывать и сколько давать тебе в месяц? Сколько он мне должен давать в месяц и сколько он должен зарабатывать? Я считаю, что это хайлайт просто моему молодому человеку, он должен ответить прямо сам на этот вопрос. В целом, в общем, если девочку интересуют такие темы, у нее уже что-то, я думаю, какие-то проблемы с выбором пути. Я думаю, что женщине нужно давать ровно столько, сколько желает твое сердце мужчине. Все, не больше, не меньше. А сколько ты должен зарабатывать? Сколько должен зарабатывать? Да, она спросила, сколько должен зарабатывать тот мужчина, чтобы покорить твое сердце, сколько он тебе должен давать в месяц. И каким должен быть мужчина? Каким вы видите наглядно? Я, наверное, думаю, что здесь нужно просто разорвать определенный шаблон, я немного зарабатываю. Я простой человек, ну типа стараюсь, творю, что-то пытаюсь сделать. У меня нету миллиардов и наши отношения не простраиваются на финансовые почвы. И Руслан не дает мне деньги. Ну так, если что. Сейчас просят, давно вы вместе? Третий год держимся. Третий год? Да. Значит, держитесь? Да. Хороший выбор. Лучше расскажи, что я тебе тогда даю? Я думаю, это важно. На чем отношения должны держаться все-таки? Нет, ну много чего даешь, но про финансы здесь вопрос был, поэтому финансы не даешь. Пока. Так сказала. Вась, пока еще не даешь. Финансы не даешь пока. Много еще было, пока по финансам, конечно. Нет, почему-то есть такой вот стереотип, что там меня содержат, что это должен быть какой-то олигарх. Да нет, таких стереотипов. Есть у женщин, да быстренькие вопросы задают. Да, и очень многие так думают, кстати. Вот мужчины, которые сейчас смотрят, они же думают, что у меня человек там, да, или отношения только с тем, кто имеет там много денег и меня содержит. Это не так. Я думаю, что это просто современность такая, на самом деле, это испорченное мышление. Потому что в целом, в общем, если мужчина... Во всем виноваты мужчины. 100% все начинается с нас. То есть если мы... Мы относили этот тренд превращения женщины в заложника обстоятельств, которая лучшее место для себя видит, как там в роли содержанки и человека, который обреченно будет потреблять то, что дает мужчина, и женщина будет зависеть максимально от этого. Это сделали мужчины, это ответственность мужчин в этом, к сожалению. Я думаю, что грош цена отношениям, где деньги с точки зрения там окраски мужчины являются важным. Ну, точнее, главным, наверное. Конечно, в современном мире мы все-таки должны проявляться в финансовом эквиваленте, зарабатывать. Это отражение того, что мы из себя представляем в целом и в общем в обществе. То есть деньги не являются злом. Я гордо могу сказать, что мы являемся ярким примером, где вот этот стереотип можно наложить и понять, что ну как бы все немножечко иначе. Круто. Любовь, она простраивается на других вещах. Это мои крестники. Заходите, Андрюша. Андрюша, идите сюда. Вы по-русски говорите? Да, конечно, конечно. Ого, какие красивые. Они просто загорели. Какие красивые, да? Хочешь, иди ко мне на коленочки? Скажи. Хочешь, ко мне на коленочки сюда? Иди ко мне на коленочки сюда. А вы что понимаете по-русски? Да, конечно, понимают по-русски. Ну что ты? Итак, дорогие друзья, сейчас тот самый момент, когда мы должны решить вместе с вами. Подожди, я хотела маленькую крошечку добавить к тому вопросу, который был по видео. Да. Да, вот чуть-чуть. Мне кажется, это очень важно, особенно в конце добавить по поводу того, что у нас в России самые красивые женщины на свете. И это уже неоспоримый факт. В мире везде все хотят русскую невесту. Тренд. Смотрите, девочки милые мои родные, особенно тем, кому там 12, 13, 14 подрастающее поколение. Если вы будете думать, что ваша жизнь сложится только если вы найдете богатого мужчину, именно так и будет. Вы найдете его, но в какой-то момент он уйдет вместе со своими деньгами. Если вы будете думать, как Ольга Бузова, что вы самая лучшая, у вас все получится и вы будете номер один, вы будете номер один. Поэтому выбирайте правильно ваш путь. Богатый мужчина... Голосуйте за Бузову. Он может быть временно богатым, да. Поэтому я за то, чтобы быть как Бузова. Даша? Вай! Ю-ху! Итак, смотри, ты мистик в каком-то смысле. Можете назвать мистик? Можно, конечно. Калиостров в современности. Можете назвать в какой-то стиле? Смотри, сейчас... Что за конверт? А это наше мистическое задание. Андрюш, садись на мое место. Я сейчас пойду в люди. Садись пока. Скажи хоть что-то. Здравствуйте, скажи. Я тут думаю, что вы говорить не умеете просто. Какая красивая. Расскажи, как принцесса Нури, да, выглядит маленькая? Прям девочка из джунгля, я называю. Так, смотрите. Сейчас нам, дорогие друзья, нужно будет использовать... Да, можно верить, можно не верить, как в истории про Майкла Джексона. Смотри, сейчас мы, используя твой талант, мы должны будем узнать и понять, что характеристики... Характеристики человека, который изображен на этой фотографии. А что, это фотография? Это фотография. Какого-то другого человека. Естественно, какого-то другого человека. Мальчик или девочка? Мальчик или девочка, это ты, должны сказать. Можно я потрогаю конверт? Я закрываю конверт. Так, мальчик или девочка? Мальчик или девочка здесь? Как ты думаешь? Ась, говори, мальчик или девочка, кто здесь? Андрюш, говори. Мальчик, он говорит. Мальчик, так. Да, мальчик. У него есть борода и усы? Я не знаю, ты должна нам просто взять и сказать, этот мальчик живет на Кутузовском, 27, значит, у него борода и усы. Опиши его, давайте опишешь его. Так, у него есть борода и усы, почему-то, да? Характер, какой у него характер? Характер у него какой? Ядовитый. Ядовитый. Токсичный он человек? Нет, не токсичный. Посмотри, яд, это же как лекарство еще может быть, а токсик это уже отрава. Да. Это ядовитый, это не отрава. Так яд это и есть токсик? Или нет? А ты имеешь в виду яд как гадючный? Да, он же может быть как польза, не всегда как этот самый. Какой возраст? Возраст, 34 года. Вот, почему-то срава пришло, да? Да. А род деятельности? Я представляю, что там Ольга Бузова. Так, а род деятельности? Ты пока попадаешь, если Ольга Бузова, ты все попадаешь. Ты знаешь, кто там? А? Ты знаешь, кто там? Я-то знаю, я как бы здесь, потому что хожу. Подожди, тепло пошло тебе. Я знаю. Род деятельности какой-то. Так, род деятельности. А что-то связано, не знаю, с врачеванием, может быть такое? Да я не могу тебе говорить, потому что я лицо заинтересованное. Я не могу тебе говорить. Как она это делает, чувак? То есть смотри, у нас получается токсичный, но ядовитый характер, 34 года, бородатый и усатый. Что-то связано с врачеванием. С врачеванием. А женатый или одинокий? У него много женщин. Понятно. Да, и там причем десятки. Хорошо, последний вопрос. Верни фотографию, пожалуйста. Что его ждет? Какая у него судьба? Ну ничего хорошего не ждет, как-то не знаю. Итак, время вскрыть конверт. Я наторву помогу, а ты сама достанешь. Я волнуюсь, у меня потеют ладони. Пожалуйста. Только не говоришь, что там Киркоров лежит. Смотри, кто там. Я вижу глаза, но я не понимаю, кто это. Посмотри сам в акту. Я так и знал. А где усы с бородой? Я не поняла. Мирослава. Слава. Ну это то, что много женщин, ничего хорошего, это точно про него. Больше ничего не попало. А у него усы были на прошлом Аторе, когда был Стас Микал, у него были усы. Да. Вот откуда шли. И борода. А врачевание откуда? Врачевания нету. Народной медициной не пользуешься? Да открывай, говори про свои присыпки, эти прикладки все. Да. Дорогие друзья, сейчас тот самый момент, пике можно сказать, тот момент, Ася, когда мы решим, когда мы должны будем решим. Сейчас раздадутся нам барашки и динозавры, мы должны решить, кем для нас сегодня показалась Виктория, наша дорогая, любимая. А что значит барашек, а что значит динозавр? Сейчас ты услышишь, послушай, я все расскажу. Виктория Боня, если она нас сегодня обхитрила, обхитрила, обманула, обольстила, напустила свои чары и выдала себя за того человека, за которого не является, мы поднимаем черного барашка. Барашка. Тогда за все должна заплатить будет Вика. Если же Виктория оказалась тем человеком, которым мы ее все знаем, хорошая, открытая, позитивная, добрая, несущая свет, надежду, любовь, добро, деньги, удачи и хорошие гороскопы на 2024 год, на первую часть, мы поднимем красных динозавров. И тогда за сегодняшний счет будем платить мы. Итак, время узнать истину. Либо красный, либо черный. Голосуем. О, какое счастье. Ну да, конечно. Дорогие друзья, по причине того, что мы открылись и у нас юбилейные праздничные выпуски, никто ни за что себя не платит. Это наше подарочное угощение нашим гостям. Спасибо, Виктория. Это был вопрос с ребром. Дубай, Блювота, в нашей стране Фрэнк. Приходите к нам в гости за интересными историками, за вкусной едой. У нас в гостях было замечательно, удивительно. Аплодисменты нашей гости за ее терпение, чувство юмора и открытость. Жестко. Жестко. Жестко.